здравствуйте уважаемые друзья зрители телеканала медиа информ программа мы с михаилом кацином с удовольствием а представляю свою сегодняшнюю гость это леонид прайсман доктор исторических наук сторонник арсимского университета ну что ж леонид григорьевич вы конечно пережили такие достаточно страшные приключения за последний месяц вот после отдыха в болгарии до из-за пожаров гостиницы сломали ногу были долгое время на больничном я исчез на больничном вы знаете вот ваша история она и вообще вот как бы особенность этой истории которые вы же описали до нашего эфира они очень хорошо сочетаются с моими с впечатлениями моих знакомых которые силу российской агрессии против украины уехали в болгарию еще в начале марта и постепенно возвращались в украину просто потому что они не могли находиться в болгарии болгария замечательная страна я очень люблю болгарию замечательные люди огромное спасибо за болгарии за помощь украине но уровень сервиса намного уступает уровень уровень сервиса украины чувствуется вот все говорят что чувствуется скажем такая совдепия как принято говорить сейчас в болгарии несмотря на то что болгария в европейском союзе из чего я делал логический вывод ну опять же после того как вы мне сказали о том насколько безлаберна была организована система пожара тушение безопасности в гостинце в центре софии я делаю очень простой вывод если болгарию таком состоянии приняли в европейский союз то украину после победы украина над российской агрессии учитывая то что уровень сервиса в украине вообще уровень ну скажем так экономики украины много лучше чем болгария я думаю что украину должны принять сто процентов европейский звезд потому что мы точно ничем не хуже чем болгария вы согласны с этим они даже сравнивать нельзя у меня такое ощущение что я приехал из супер передовой страны израиль на самом деле передовая страна в страну третьего мира и я соснулся еще до пожара мы отдыхали в болгарии на далеком курорте глубине страны маленький городок очень своеобразно там только мусульманское население там осталось немного этой бывших туречных болгар и или турков там леса горы и все собирали грибы и все было очень хорошо вот мы приезжаем в софию идем на выставку очень хорошего джайского художника вернисаж прекрасные картины прекрасный прием главный район болгарии грязь шафар и потом мы возвращаемся из центра в софию в центр софию на улицах нет ни одного фонаря а мостовые такие как были в питере в сорок третьем году то есть при коммунистах такого не было это какой-то уровень на самом деле на самом деле чудовищный и это и это в софии чувствуется во всем чувствуется на каждом на каждом шагу да к сожалению но я был расчет социалистических странах польши чехословакия это другой мир это даже но даже сравнительно это четвертый мир это первое я не знаю это день и ночь ну что же не григорьевич страшнее испытана вами ситуация конечно является российская агрессия против украины но самое главное выступление владимира путина на этой неделе когда владимир путин объявил частичную мобилизацию российских вооруженных сил параллельно с этим было объявлено о проведении фейковых незаконных так называемых референдумах на временно оккупированных территориях украины с целью последующей аннексии этих территорий россии и путин своей речи предупредил что возможность пользования ядерного оружия для защиты российской территории то есть той территории которые россия считает свои это не блеф это не фейк и россия к этому кто вот как вы оцениваете выступление путина интервью шойгу где шойгу заявил о 6 тысячах убитых российских военнослужащих за 7 месяцев войны и проведение фейковых референдумов на временно оккупированной территории а форсированном порядке когда еще неделю назад кремль дозавуировал заявление зюганова который тот сделал государственной думе предлагая провести мобилизацию во первых в истории не было подобных референдумов были конечно фальшивые референдумы но на что в работнике избирательных комиссий ходили по домам вместе с автоматчиками и потом автоматом люди должны были нажимать подписывать то что им указывали я такого не знаю открыть 300 избирательных участков самой россии это за пределами это за пределами человеческого сознания непонятно чего он пытается добиться как 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 я читал потом американском военном журнале там было написано это впервые в мире когда против военного поражения пытаются бороться политическими методами кто в мире признает этот референдум это же какой-то это же какой-то анекдот а тотальная мобилизация седьмой пункт указан путчин у нас такой секрет там не указано но вообще-то считая считается всеми аналитиками что по тем темпам который идет мобилизация будет мобилизовано около около миллиона человек при этом что лагерей для приема есть только на 60 тысяч младшего командного состава есть даже если посадить на танки т-34 я бы я боюсь что тех и то не хватит какой смысл в этом срывать срывать с работы и гнать на обойню всю страну в этом еще есть довольно мерзкие циничные расчеты в первую очередь указано что мобилизацию нужно проводить в всех районах где не будет активных противств например в сельских районах особенно цинично проведение массовой мобилизации в национальных республиках не случайно бывший президент монголии написала о том что они пытаются уничтожить братские нам народы якутов бурят бурят и калмыкин я я призываю вас не идите не стреляйте не стреляйте в украинцев приезжайте все к нам мы всех примем с радостью на сегодняшний день на сегодняшний день в монголии убыхают россии по моему больше по моему больше чем само чем само население монголии но выясняется что именно в национальных республиках будут вспыхнули мощность движения протеста я внимательно слежу как проходит движение протеста в москве с некоторыми из его организаторов я святым но к сожалению это это выходит интеллигентная молодежь но они постояли у памятника грибоедова вчера арестовали 70 человек нет разбивали прямо в машине выходят в основном женщины мне так опасно не буду включать повестки а в дагестане в центре махачкалы собрали сотни женщин были случаи когда полицейские от них бежали там были задержания но дорога махачкала к саркью она была перекрыта и разогнать и разогнать их было очень очень сложно такая же мощная волна протестов волна протестов в якутии кроме того так как очень противоречивая мобилизация мобилизацию должны проводить местные власти что проводить местного с одной стороны они должны брать рядовыми сержантами мужчин до 35 лет тот имеет какой-то военок то учет у специальности другой стороны должно быть больше поставлены цифры они начали пузы и поэтому начали гнать всех вы сами фантастические случаи когда взяли подполковника будет шестидесяти трех лет у него был инсульт и диабет его взяли в армию и смотря на протест его его вернули сейчас стали как-то кого-то возвращать они много понимают что им это не нужно не нужны если по ошибке взяли студентов и возвращают сегодня пути распорядился возвращать аспирант то более позорный более позорной мобилизации я не видел и и никогда в истории в истории не было потом мне это напоминает я же открою одну книгу из петровской эпохи и прочту и прочту следующую сутату там там написано о том что взятки и мать никому не верено указ петра 24 декабря 1114 года вы представляете себе какое-то источник наживы для всех комиссариатов какие там пойдут бешеные взятки ведь мы знаем что творится на границах россии бегут огромное огромное количество людей бегут куда могут что например в грузии встречают без основного восторга потому что они говорят что бегут те которые не возражали против войны против войны россии грузия они отхватили часть нашей территории на границах встречают плакатами дезертиры дезертиры предателей казахстан тоже не очень охотно принимает кроме того пограничники стали некоторых заворачивать нужно сказать что считается что двадцать седьмого когда будет очередное выступление путина двадцать восьмого границы границы будут закрыты среди мужского населения россии такая паника что даже песков сказал что я не понимал чем это вызвано но естественно его сын в армию не пойдет была знаменитая история тогда ему позвонил сын пескова журналист из-за дела о том что я звоню из военкомата ну да да точнее youtube канал популярная политика которые организовали представители алексея навального скажем так да 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 он сказал мне это не кразит а на другом уровне и это и это появилась я не знаю вообще-то я это начало конца россии это может ускорить конец россии довольно стремительно и что будет на этом месте никто никто не знает стата из президента украины владимир александрович зеленского прямая речь я шокирован не понимаю израиль нам ничего не дал ничего ноль я понимаю что они должны защищать свою землю но я получил информацию о том что израиль экспортируется вооружение другие страны я констатирую факты были дискуссии с руководством израиля и это не помогло украине почему бы не дать нам противовоздушную оборону президент также заявил о влиянии россии на израиль можно заметить влияние россии на израиль я рассматриваю израиль как независимое государство добавил он в то же время зеленский убежден что гражданское общество в израиле все же поддерживает украину серьезная история на самом-то деле хотя есть уже скажем так информация о том что израиль кое-как можете помочь украине по части борьбы с иранскими вот этими вот самыми беспилотниками да но в общем и целом конечно израиль увиливает отказываться помогать украине и действительно президент украины владимир зеленский абсолютно прав и справедлив когда он говорит о том что израиль увиливает помощи украине под предлогом что израилю саму необходимо защищаться от внешних врагов поэтому свободного вооружения нет при этом как оказалось экспортирует вооружение объясните мне а вот что это это боязнь репрессии в адрес евреев внутри россии мы помним как в россии недавно преследовалось общество сахнут и ряд еврейских организаций это боязнь скажем так эскалации напряженности с арабскими государствами под воздействием россии как фактора в регионе это что почему израиль не не помогает украине настолько насколько израиль способен ей помогать трудный вопрос ну давайте так украине не помогают насколько они способны и помогает даже германия которая могла поставить украине танки леопард даже старые танки тем не менее на это не делали израиль и америка помогает украине не предоставляет до сих пор бронетанковое оружие не предоставляет самолеты не предоставляя ракеты которые могут бить на очень большого расстояния да израиль в этой области вы выглядите гораздо хуже но сказать что гуманитарная помощь оказывается правду самодель частными людьми но государство оказывает помощь медицине вы знаете работаю работал госпиталь под надав который создал российский олигарх бывший российской израильский нет а к оказывает оказывает очень большую помощь украине теперь в отношении оружия я сегодня услышал от известного израильского специалиста жданова о том что израиль начнет поставлять украине через третьи страны какие-то ракетные системы для борьбы с иранами израильского специалиста либо украинского специалиста не украинского заинтересован потому что ему очень интересно как бы как бы сбивать эти эти беспилотники общество в израиль без сомнения поддерживает украину большинство нужно сказать что премьер-министр лапит в отличие от лидера оппозиции бенемина на ты не яву победа которого на выбор будет очень если она будет конечно я поскольку я если отрицательно к нему отношусь я и я полюбову чтобы этого чтобы этого не произошло будет довольно радостно радостно наверное наверное событием для путина хотя думаю хотя я думаю учитывая слишком честное связи израиль с америкой ничего это особо особо не изменится я сам очень удивлен почему лапит не оказывает украине чуть большую помощь что значит конфликты конфликты с арабскими странами с кем у нас конфликт у нас конфликт с ираном в сирии но мы бомбим ранские объекты как мы хотим после того как россия вывезла оттуда батареи с 300 после войны военных полицейских а сейчас вывезли еще и еще и еще последних десантников как который был очень сомневаюсь что они что они пойдут на какой-то на какой-то конфликт с нами потому что потому что здесь они а они они просто бессильны я не знаю что во всем нужно списывать списывать на арабов и я честно говоря не понимал почему нам вместе со странами от которых мы очень сильно зависим и мы сейчас очень пытаемся повлиять на америку чтобы она ни в коем случае не заключила мирный договор с ираном а на опасных условиях для нас поэтому поэтому в этом даже в этом плане вы уже о моральных а моральных обстоятельствах можно можно было гораздо больше помочь украине разрешая хотя бы некоторым странам поставлять поставлять украине израильское израильское вооружение и я с этим согласен я с этим согласен и в общем и большинство израильтян большинство израильтян со мной только Игорь Григорьевич, вот фейковые референдумы, которые проводит Россия на временно оккупированных территориях. Очевидно, мы понимаем результаты этих фейковых референдумов, и ни у кого не вызываются ни результата. Россия идет на явную эскалацию, и очевидно, что мы видим качественные изменения ситуации, поскольку объявлена мобилизация, поскольку, очевидно, уже никто не думает о формате минских переговоров. Естественно, Украина в лице президента и помощника Михаила Подолика четко сказала, что Украина будет бороться военным образом, защищать все свои территории до тех пор, пока это необходимо. Никакого нового Минска быть не может. Никто не даст, точнее, Украина не даст никому втянуть себя в очередной Минск. А при этом Россия на протяжении последних месяцев, она как бы навязывала Новый Минск Украине, навязывала новую систему таких долгих переговоров, рассчитывая, что за это время стихнут эмоции на Западе, желание помогать Украине. Можно будет восстановиться с самой Россией и вновь и вновь начать наступать на Украину. Объявив фейковые референдумы, Россия фактически говорит и заявляет о том, что она готова аннексировать ряд украинских территорий. Это означает, что никакой Минск в принципе невозможен. Это означает, что никакого возвращения к границе на 24 февраля хотя бы тоже невозможно. Это означает, что мирных никаких переговоров с агрессором в принципе быть не может, как бы не старался на этом настаивать Запад. Вопрос. На что в этой ситуации рассчитывает Россия? Ведь очевидно, что это палка двух концов. Если, точнее не если, а когда Украина освобождает временно оккупированный Херсон, например, уже после фейковых референдумов, это означает двойной удар по Владимиру Путину, потому что это не просто освобождён оккупированный Херсон, это освобождён оккупированный Херсон, который был незаконно, нарушение норм международного права, присоединён к стране-агрессору России. — Вы понимаете, в чём дело? Вообще анализировать поведение Путина, ну, с точки зрения здравого смысла любви науки, немыслимо. И вот его должны анализировать психиатры. Его поведение, мне сейчас напоминает поведение Гитлера весной 1945 года, когда он лично вмешивался в распоряжение командировочистей на фронте. То, что Путин вмешивается в распоряжение командующих частей, которые стоят на западном берегу Днепра, умоляя этого разрешения отступить, пока они не уничтожены, а он им даёт приказы, с одной стороны, это хорошо, потому что более непрофессионального руководства трудно себе представить. Но с другой стороны, знать, что во главе великой страны, как в прошлом, находится полностью сумасшедший человек, я не знаю, с кем сравнить его из русских правителей, но с Иваном Грозным, который был неполный психический здоровый, даже с Иваном Грозным, Путин пигмином, мне трудно поверить, что он сможет достаточно долго удержаться в вырасте. Ведь это война, кроме него. И нескольких фанатиков типа Стрелкова никому на самом деле не нужна. Ни правящей элиты, ни генералитету, которых убил гибнут на Украине пачками. Он 15 генералов убил, уже русских погибло. Которых всё время обвиняют ответственными во всём. Несмотря на то, что большая группа работников генштаба Российской армии написала Путина, что мобилизация – это потальная ошибка. Мы к ней не готовы. Остаётся надеяться на какие-то другие причины исчезновения Путина. Он представляет колоссальную угрозу для мира, страшную угрозу для Украины. И дай Бог, какую угрозу для самой России. Это в 21 веке у России диктатура, которая, наверное, была в тренажных городах где-то под Настунике. Игорь Григорьевич, последний вопрос я вам задам на сегодня. Вы наблюдали реакцию российского общества и наблюдали реакцию украинского общества. В Украине все привыкли. Привыкли к тому, что нас война с Россией. Привыкли к тому, что ещё долгие месяцы придётся бороться с российским агрессором. Привыкли к чувству беспокойства. И, в общем, нормально восприняли выступление Путина. Не так страшен Путин, как его молют. Но реакция российского общества, она, конечно, во многом напомнила, скажем так, первую реакцию украинского общества 24 февраля. Конечно, 24 февраля украинцы испугались в какой-то степени. С другой стороны, за испугом пришло ощущение того, что необходимо бороться и победить агрессора, который вторгся на украинскую землю. В то же время россияне не просто испугались, а россияне, ну, все живые люди, но россияне впервые ощутили, что война пришла в их дом. Они впервые ощутили, что они могут погибнуть очень легко за непонятные абсолютно цели. Если у Украины простая цель — отстоять свою землю и своё право на существование, свою национальную гордость, то у россиян, россиян заставляют воевать за национальный позор, потому что агрессия против Украины — это национальный позор России. И заставляет Путина гибнуть за национальный позор России. Абсолютно бессмысленная, беспощадная война. Вот как вы считаете, может ли решение о мобилизации стать началом конца правления Путина? Смотрите, раньше, 24 февраля, многие россияне наблюдали за войной, сидя у телевизора, попивая пивко. Ну, им это было... Может быть, они что-то про себя критиковали, но в целом для них это были интересные события. Телевизор стал интересно смотреть. Им в голову не могло прийти, что война придёт в их дом. А теперь она пришла в их дом. Смотрите, у меня очень сложное чувство. Я понимаю тех людей, которые бегут. Но в то же самое время, учитывая мое прошлое, когда я боролся с советской властью, мне немного стыдно, что люди не борются. И глядут на фронт, и там позорно погибнут. Так пытайтесь воздействовать на власти. Устраивайте массовые демонстрации. Я вас уверяю, что за демонстрацию в Москве будет не 300-500 мальчиков и девочек, а будет 50-20 тысяч, то ничего не будет. Их так разгонять не будет. Этого не происходит. И то, что этого не происходит, и то, что этого не происходит, мне стыдно. Я понимаю, в одни страны их не берут, в другие страны их не берут, приватка их не хочет брать, в Германии их хочет брать. Но то, что они по-настоящему не борются с тем мужеством их страны, благодаря которому они могут потерять свою страну, свою родину, которая распадётся на куски. Теперь получается, что самое страшное преступление, что можно поспорить, кто сделали, русские или немцы. Скрываются случаи, в изюме совершенно жутких, чудовищных преступлений, и они с этим как-то, как-то, как-то не борются. Ну, что я могу сказать? Мне стыдно. Очень, 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 очень плохо, очень плохо то, что происходит. Другое дело, что на самом деле, когда пойдёт поток грузов 200 и 300, убитых и раненых, в больших количествах, может тогда всё больше и больше людей начнут выходить. Сейчас начали выходить матери, но в очень ограниченных количествах. Весь план мобилизации составлен, например, Москва должна мобилизовать только 32 тысячи человек. Для Москвы, города с таким населением, и ты, я вас уверяю, большинство будет не воскричать. Большинство будет, даже известно, как вы проходите эту мобилизацию. Всё очень просто. В Сахарове место размещения трудовых мигрантов. Им говорят, пожалуйста, вы, если вы идёте в русскую армию, пыльца в следующий день становятся гражданином России. Да, Узбекистан, Казахстан, Киркестан принимает решение, что это опасается к чему. Да не хотят они туда возвращаться. Им лучше это. Поэтому, поэтому, поэтому всё это довольно грустно. На самом деле, я надеюсь, что в конце концов протесты приобретут массовый характер. Они могут слиться с какой-то войной, недовольской части элиф. И среди, и среди, и среди генералитета, из будущего призыва Фигина и Арестовича, а то, в чем в каждую тень выходило всё больше и больше количества людей. Например, сегодня основные протесты, как вы знаете, были в Дагестане, были в Якутии, и были в Казахстане. Леонид Григорьевич, эти же протесты, их же нельзя срежиссировать. Это протесты, которые вы описываете, это стихийные протесты тех людей, которые ещё вчера либо молчали, либо поддерживали Владимира Путина. И в Москве не дирижируют оппозиции. Секунду, секунду, секунду. Те протесты, которые были в Москве и Ленинграде, вчера, их организовали две группы. Весна и Женщины в чёрном. Я знаю, как они организовывались. Я связан с Женщиной в чёрном. В основном. То, что было в Дагестане, да, там был совсем другой протест, они носили более массовый характер. В Дагестане, в Якутии, в Кабардино-Балкаре, но в Москве и в Питере это были протесты. Просто на одном участвовали представители двух организаций, которые их послушали, которые вышли на них, которые были с ними свидетельств. Я пока там не видел. Там были какие-то мальцы, но тут же были главные телегистры, я не видел там массового народного участия. Вот тот фирмяжный русский народ, который на самом деле власти чего испугается, этого пока в России очень и очень мало. Ну, вы хотите, как кто-то назвал, демонстрацию пикетом. Это больше на пикет похоже. Ленин Григорьевич, спасибо вам большое за интервью. Доктор исторических наук Станинник Русселинского университета Ленин Григорьевич Прасман был у нас сегодня в эфире. Спасибо большое, Ленин Григорьевич. Спасибо, счастливо.